В эфире программа День города. Здравствуйте! В студии Анна Герцовская и мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Рязань вновь поразила своими дорогами. Регион оказался на четвертом месте в рейтинге самых плохих дорог. Если работаешь допоздна, о том, с какими трудностями сталкиваются жители Рязани, передвигающиеся на общественном транспорте. И о творчестве в Рязани. Гигантский градусник в центре города и новые рисунки на обложках молодежной газеты. Провала асфальта, глубокие ямы и полное бездорожье. Лето удивило не только автомобилистов, но и пешеходов. Свои претензии они высказали на сайте картуубитыхдорог.ру, отметив наиболее проблемные участки. По итогам федерального рейтинга наш город занял четвертое место. Подробнее в репортаже Галины Ершовой. Рязань – город убитых дорог. К такому выводу пришли обычные жители. С начала года они нанесли на карту Общероссийского народного фронта 270 проблемных участков, покрытие которых не соответствует федеральным стандартам. Общая протяженность составила 245 километров. Это четвертый результат по стране. Каждый гражданин имеет право нанести не более 5 километров убитых дорог. И если вот так вот посудить, по сумме сейчас мы находимся где-то порядка 245 километров. Можно примерно сориентироваться, сколько человек уже участвовал в проекте. Хуже ситуация с дорогами только в городах-миллионниках – Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Возглавил антирейтинг «Волгоград» с результатом в 354 километра. Однако города разные, а проблема одна. Летом по стране прокатилась волна провалов асфальта. Самым резонансным для Рязани стал обвал дорожного полотна у Кремлевского вала. Это тот же коллектор, который повторно рухнул только в другом месте. После проведения телеинспекции этого коллектора было принято решение, что необходимо в два этапа поменять участок протяженностью 425 метров. Придомовые территории и узкие улочки тоже ждут своего часа. Улица Бирюзова, дом номер один, корпус два. Новый асфальт положили справа, слева и за домом. Дорога же перед ним изрыта ямами, вода из которых не уходит даже знойным днем. Врачи не могут выйти, потому что кругом одна вода. Они говорят, что в вашем доме хоть и не должны принимать вызовы, невозможно пройти не в туфлях, нужно в резиновых только сапогах. Настоящей легендой для Рязани стал Славянский проспект. В июне свои колеса в местной яме оставили около десятка автомобилей. Удар был очень сильный, хотя ехал, ну, меньше 30 километров, наверное. Но удар был сильный. Потому что, ну, кто же знал, что на такую глубину попадет колесо. Однако самой проблемной для рязанцев стала улица Большая. Несколько месяцев она возглавляла рейтинг убитых дорог. Благодаря этому администрация города решила не просто точечно заделать дыры в покрытии, а взяться за дорогу всерьез. Улица Большая, также капитальный ремонт с уширением проезжей части от поворота на глобус и до поворота на улицу Кимакова, на одну полосу. Однако ремонт не всегда проходит гладко. Так на улицах Молодцова и Советской армии качество нового покрытия не соответствовало заявленному подрядчикам. Поэтому администрация города потребовала заменить дорожное полотно. В следующем году мы могли получить уже разрушение на данном участке. Пришлось бы возиться с гарантией, приглашать подрядчика. Лучше сразу в процессе работы мы этот вопрос подкорректировали. Качество покрытия на местах контролируют сразу три организации. Это управление благоустройством города, специалисты дирекции по благоустройству города, а также приезжают федеральные эксперты. Если они обнаруживают дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Также ни одна дорога региона не может быть введена в эксплуатацию, пока не предоставят данные лабораторных исследований. Специалисты должны обнаружить в асфальтобетонном покрытии полимер вяжущие элементы. Для анализа используют керн. Это небольшой кусочек асфальта, вырезанный непосредственно из готовой дороги. Улучшить дорожное полотно помогают и новые технологии. Так, при строительстве северного обхода на участке от путепровода до путепровода были использованы специальные добавки, привезенные из Германии. Одна добавка делает битум лучше, и вторая добавка делает битум одинаково как полимерный битум. Эластический и лучше для зимы, и лучше для времени, лучше сабильнее. Благодаря им за четыре года здесь не обнаружено признаков ускоренного старения асфальта. Эту же технологию применят и на других нагруженных трассах города. Начали выполнять ремонт дороги по улице Куйбышевское шоссе. И там вот эти два вида добавок также будут применены при изготовлении асфальта. Однако цифры неумолимы. На сегодняшний день Рязань находится на 15 месте в федеральном рейтинге отремонтированных дорог Общероссийского народного фронта. Тем не менее, активисты уверены, что вскоре ситуация изменится. Сейчас в Рязани и Рязанской области ведется беспрецедентное, можно сказать, за последние годы масштабная реконструкция, строительство и ремонт дорог. И на данный момент, поверьте, сейчас многие дороги находятся на стадии 80-90% завершения. И к концу сезона, возможно, мы значительно серьезно приблизимся к топу. Контролировать ситуацию и помогать выбирать для ремонта действительно проблемные участки может каждый. Для этого заходите на карты убитых дорог и делитесь своим мнением. Галина Яшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Министр сельского хозяйства Виталий Артемов назначен заместителем председателя правительства Рязанской области. Теперь он будет курировать агропромышленный сектор региона и вопросы экологии. Ранее заместителем председателя правительства Рязанской области по агропромышленному комплексу был Дмитрий Андреев. Стоит сказать, что Виталий Артемов возглавил Министерство сельского хозяйства Рязанской области в июне текущего года. Ранее с 2010 по 2014 год занимал должность главы администрации Рязани. После этого работал в руководстве сельхозпредприятий. До этого Артемов был министром ТЭКа и ЖКХ Рязанской области. В Рязани полным ходом работает программа по формированию комфортной городской среды. В рамках нее около 200 дворовых территорий получат вторую жизнь. Подробности далее. Двор как место для общения и активной жизни. Эта мечта станет реальностью. В доме номер 10, корпус 2, на Куйбышевском шоссе ремонта придомовой территории ждали больше 8 лет. Мы жили в колдобинах, в ямах. Постоянно вода, постоянно грязь была. Вы знаете, когда сегодня я услышала, что с утра работала техника, я не поверила своим глазам. Честно говоря, рады от всей души, что наконец-то начали ремонтировать наш дом. Изменения начались в рамках программы по формированию комфортной городской среды. На ее реализацию из федерального, областного и городского бюджета выделили 150 миллионов рублей. На эти деньги благоустроят 200 дворовых территорий Рязани и еще около 100 в Рязанской области. Основным видом работ станет ремонт дворовых проездов. Производится смена дорожного полотна. Мы настаиваем, и собственники в этом вопросе поддерживают заменить бордюрные камни, потому что существует соблазн подрядчиков, как говорится, как-то минимизировать свои расходы и сделать все попроще. Нет, делается все капитальным образом. Дизайн-проект заранее согласован с собственниками помещения. По данным на 5 сентября, ремонт практически завершен в железнодорожном районе. Активно ведутся работы в советском и московском округах. Последним благоустройством включился Октябрьский район. В нашем районе вошло 73 двора в эту программу. Они будут отремонтированы до 14 октября. Подрядчика у нас основных два. И на сегодняшний день работа ведется уже порядка в 10 дворах. Мы рассчитываем, что в установленные сроки все работы будут закончены. Стоит отметить, что в программу вошли только самые активные дворы, чьи жители провели общее собрание жильцов и подали заявку на официальный сайт. Сейчас инициативные группы принимают участие в общественном контроле, следят за тем, чтобы работы проводились качественно и закончились в обговоренные сроки. Несмотря на избыток автомобилей в городе, многие граждане продолжают передвигаться по Рязани с помощью общественного транспорта. И те из них, кто работает допоздна, сталкиваются с серьезными проблемами. После 10 вечера многие маршрутки просто перестают ходить. В результате жители отдаленных районов вынуждены добираться до дома на автобусах, на такси или даже пешком. С гражданами, которые возмущены такой ситуацией, пообщался Валерий Седов. Поселок Мехзавода, город Рязань. Конечная 62-го и 77-го маршрутов. Казалось бы, приехать сюда можно в любое время. Но это только на первый взгляд. 77-я маршрутка, 62-я практически у нас ходит только до 10 часов. 62-я вообще до 9 часов. Поэтому к нам можно приехать только на 20-м автобусе, который тоже не всегда ходит. Автобус ходит только один раз в час. Получается, что уехать на работу гораздо легче, чем вернуться обратно. Чтобы уехать женщине после 10-е, это или вызвать такси, или реально уехать на этом автобусе, который последний идет в 11-15. Не у всех в поселке есть автомобили. А такси – удовольствие не из дешевых. И даже если доехать на автобусе до своей остановки, появляется новая проблема. Идти домой очень страшно. Если вы даже пешочком ночью здесь прогуляетесь, вы посмотрите, что здесь... Это надо целый подвиг совершить, чтобы дойти до дома. Можно потому что встретить алкоголиков и наркоманов на поселке, которые у нас их очень много. По словам местных жителей, такая проблема была не всегда. Несколько лет назад доехать до поселка не составляло труда. Но в последнее время ситуация сильно изменилась. Невозможно было приехать сюда после 10 часов. Это было несколько лет назад, и все до сих пор эта проблема длится. Причины произошедшего местным жителям непонятны. Но однажды Елене Абрамовой удалось узнать ответ на свой вопрос от водителя маршрутного такси. Один-единственный раз мы попали на маршрутку, которая ехала после 10 часов, и спросили, почему вы ездите именно в такое время, вас нет вообще, или вы ездите без глонасса. На что они сказали, что нам не рентабельно после 10 возить по 2-3 пассажира. Как быть тогда жителем города Рязани? Местные жители стоптали пороги всех инстанций. К сожалению, никакого развития эта ситуация до сих пор не получила. Но появляется новая проблема. Как только придут холода, дожидаться нужного маршрута на остановке будет куда тяжелее. Наш телеканал направил запрос в администрацию города. В скором времени нам придет ответ. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Международный день светофоров праздновали ровно месяц назад, и с каждым годом система управления дорожным движением развивается. В этот раз об изменениях, которые ожидают рязанцев, узнал Валерий Седов. Красный свет, дороги нет. Правило это распространяется не только на пешеходов. На сигналы светофора обращают внимание и водители. Правда, мало кто замечал, что в течение даже одного дня его сигналы переключаются с разной периодичностью. Делается это для создания так называемой «зеленой дороги». В вечерние и ночные часы времени это автоматический расчет зеленой волны. Это в зависимости от того, куда больше транспортный поток направлен, соответственно в этом направлении автоматически строится зеленая волна. Такая система работает в городе уже давно. И прогресс налицо. Загруженность на центральных дорогах куда меньше. На достигнутом не останавливаются. Пока что в городе установлено только 26 таких светофоров. Спустя какое-то время их количество заметно увеличится. Проект «Зеленая дорога» будет запущен и в других частях города. В перспективе развития у нас вот эти потоки с центра направить на внешние объездные. Это северная кружная, южная кружная. На улицах Каширина, Дзержинского, а также в Дашково-Песочне жизнь у водителей изменится в лучшую сторону. И теперь проблем с автотрафиком у автолюбителей станет куда меньше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Очередное необычное ДТП произошло в центре Рязани. В этот раз КАМАЗ Федеральной службы исполнения наказаний наехал на «Ладу-2107». Это уже не первое подобное происшествие за последнюю неделю. Напомним, в прошлый вторник боевая машина десанта столкнулась с автомобилем «Шкода» на пересечении Ряжского шоссе и Южной окружной дороги. В этот раз водитель КАМАЗа также не рассчитал скорость движения, в результате чего буквально наехал на «семерку». Так что всем автомобилистам Рязани рекомендуем быть более бдительными. Все-таки в городе много большой военной и служебной техники. Газета «Молодежная среда» вышла в новом формате. Теперь ее обложку будут украшать не фотографии, а рисунки молодых рязанских художников. Над первым выпуском работал Александр Демкин. Чем еще газета удивила читателей, расскажет Галина Ершова. Обновленную версию областной газеты «Молодежная среда» представили читателям. За 19 лет своего существования она была разной. Цветной, черно-белый, глянцевый и газетный. Однако цифровые технологии диктуют новые правила. Поэтому почти год назад, в ноябре 2016-го, авторы впервые задумались об изменении формата. Сегодня новая концепция впервые увидела свет. Мы меняем, во-первых, периодичность выходов. Раньше наша газета выходила раз в месяц, она была похожа на журнал. Сейчас она вернулась, скажем так, к формату А3. Стала большой, стала меньше, но вся стала цветной. И будет выходить раз в две недели. Каждый номер будет специальный. Мы будем показывать различные современные молодежные течения, веяния через эту газету. Первый номер газеты посвящен граффити. На восьми страницах можно узнать об истории этого вида искусства и юридических тонкостях. Ведь просто так рисовать на стенах домов нельзя. Грозит штраф до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток. Прочитать можно и о молодом художнике Александре Демкине. Его баллончику принадлежит рисунок, появившийся на стене здания рядом с торговым центром «Атрон». Он же стал автором обложки первого выпуска, которая больше похожа на постер. Эту традицию продолжат студенты художественного училища. Мы будем давать обложку рисовать разным людям. И это будет для человека, по-моему, должно быть очень престижно, что именно его рисунок, его работа на первой странице обложки. Второй номер газеты расскажет о рязанских фестивалях и их организаторах. Также одной из ближайших тем станет молодежное предпринимательство. За него проголосовало большинство пользователей социальных сетей. Не забудут авторы и о классических культурных темах. Театры, искусство, художники, музыканты, в том числе уличные музыканты. Вот это все мы теперь будем рассказывать туда, погружаясь в глубину их жизни. И всякую их внутреннюю жизнь мы будем освещать. Несмотря на внешние изменения и обновления концепции, газету по-прежнему будут создавать молодые люди, начинающие журналисты. Молодежная среда почти 20 лет является кузницей кадров для профессиональных СМИ. Свою карьеру здесь планируют начать и Ноно Вэй. Девушка сотрудничает с газетой в течение двух лет. Если даже сравнить какие-то первые мои материалы, когда на самом деле даже не знала, как об этом писать. Я старалась как-нибудь вложиться, чтобы это понравилось Нине Ивановне. А потом я уже стала просто спрашивать, что именно вы хотите видеть в этой статье. Стать автором молодежной среды может любой желающий. Для этого достаточно прийти в редакцию. А вот чтобы найти новый выпуск, далеко ходить не придется. Газета распространяется по школам, вузам, общежитиям, а также молодежным клубам и кафе города. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В нашем городе появился новый арт-объект. Гигантский градусник, который установили неподалеку от Лыбецкого бульвара, будет показывать температуру рязанцам и гостям города. Такого градусника в Рязани еще не видели. Он в несколько раз выше человеческого роста. С новым арт-объектом, расположенным на Лыбецком бульваре, можно не только сфотографироваться. Градусник окажется полезным как жителям города, так и туристам. Ведь он показывает настоящую температуру уличного воздуха. Конечно, от классической ртути создателям пришлось отказаться. Зато нашли безопасный аналог. Внутри вмонтирован электронный градусник, который очень точную выдает температуру. А дальше светодиодами этот некий а-ля ртутный столб показывает в реалии, если мы видим внизу 40 градусов, 30, 20, там посередине ноль. И вот этот столбик, соответственно, поднимается или опускается в зависимости от реальных температурных данных. На сегодняшний день закончен монтаж конструкции, однако электронную начинку только предстоит установить. Авторы арт-объекта планируют, что до середины недели градусник введут в эксплуатацию. И он из игрушки превратится в полезный гаджет. Напомним, что Лыбецкий бульвар уже несколько лет радует прохожих все новыми архитектурными решениями и скульптурами. Из нестандартов, да, то это ель, это автобус-даблдекер, это градусник, это часы, ну а далее уже более мелкие формы, скамейки, маленькие памятники. Ну, например, мы сохранили и восстановили скульптурные композиции, которые были в свое время в 92-м, 1992-м году, были созданы к 900-летию города Рязани. Сфотографироваться с арт-объектами может каждый желающий. Сейчас авторы проекта планируют продолжить расширять свою коллекцию. На месте бывшего здания, отдела судебных приставов, они хотят разбить парк. Правда, для этого сначала нужно получить разрешение городской администрации. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. За событиями следите на нашем официальном сайте, а также в группах в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры подогнал «Симон»